когда вы рассказывали кому-то из моих коллег поэтому вы говорили что я был там шампанистом да это проект я слышу такой шампанист я который пьет только шампан да 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 вы знаете грузины странные люди такой период когда мы пили только шампанское но те кто могли конечно шампанское было дешево советская шаба я когда такой период наступил когда я уже меня стали узнавать я же очень рано стал лауреатом ленинской 36 6 да вот и а приезжал я скажем в очимчире допустим 17 тысяч населения и как мне друзья говорили для этого случая завозили вагон шампанского вот а у меня про этот шампанский очень интересный рассказ смешной случай я могу рассказать его месяца уместится значит приезжаю я в командировку филадельфию к одному из величайших специалистов по лечению айтмологии джозефсон такой марк джозефсон он потом был да и вот он проявляет значит максимум этого самого великодушия радушия и приглашает меня во французский ресторан в америке вот берет какой-то ящик собой оказывается в этом ящике лучшие французские вины и даже бутылка шампанского и мы значит садимся за стол то есть он со своим пришел он со своим пришел потому что у него шеф-повар шеф-повар его но мы еще молодые там лет по 35 по 37 вот шеф-повар его друг сказал приноси ночью короче говоря он значит начинает развивает шампанское а я в это время вот реально действующий шампанист я смотрю там какая-то зелень лежит я беру эту зелень начинаем мешать он вскакивает вырывает у меня горит и чё делаешь это специально сделано я говорю ой но войну говорю продолжает сама ночью короче говоря испортил ему вечер вот и так получилось же через годом приехал сюда москву я его повел на третий этаж гостиницы москва там был ресторан вот и пригласил еще несколько человек не сговариваясь и выставили только шампанское советское шампанское она стоила 5 рублей вот и все наши печи только разлили все наши начали и он говорит ты что это подстроил а я забыл же об этом я говорю что ну вот это я говорю что сдурился тогда я все понял мне надо сюда переезжать жить вот не понимают следующего потому что когда вы выпускаете газ да это идеальное вино конечно она идеально очищена от всего конечно не дураки были когда пили такой шампанское не на ровном месте